я уверен что абсолютно каждого из нас в детстве или во взрослом возрасте жалила крапива такое растение которое большинство людей стараются избегать и выкашивать своих садах как жалит крапива на кончиках и и листьев да и по всему стволу содержится микро волосики так называемые микро иголочки которых содержится on ампулки своего рода вот они при обламывании впрыскивают в нашу кожу можно так сказать впрыскивают гистамин что-то там еще не помню и муравьиную кислоту вот они как раз и вызывают аллергическую реакцию на нашей коже но те люди которые болеют например артрита целенаправленно берут и жалят себя крапивой для того чтобы улучшить кровообращение где только не используют крапиву и делают из нее салаты и используют в зеленых коктейлях и делают зеленые удобрения крапива богата такими витаминами как витамин c витамин а витамины группы b витамин е в ней содержится железо такие микроэлементы как кремний кстати надо сказать что кремний содержится не только в крапиве а во многих других растениях таких как одуванчик подорожник я уже говорил и снимал видео про хвощ полевой во многих злаковых растениях содержится кремний без кремния как говорится наша жизнь наше здоровье будет неполноценным сегодня я вам хочу показать а точнее поделиться с вами вкусным рецептиком этого полезного растения которое конечно будет полезно не всем потому что в некоторых случаях в некоторых случаях крапива может быть вредна людям например страдающим загущением крови у которых есть такое заболевание как тромбофлебит кажется да вот как раз им противопоказано беременным женщинам тоже нужно быть осторожными вот ну а так в целом если вы не будете злоупотреблять этим растением как и со всеми другими травками лечебными то в принципе я думаю что она пойдет только вам на пользу друзья сейчас я нарву крапивы и мы сделаем вкусный полезный зеленый коктейль одел перчатки не хочу чтобы меня жалила крапива сегодня 7 ноября конечно друзья самой высокой биологической ценностью обладает молодая крапива по весне но вот у меня вот эта крапивушка можно сказать что молодая потому что я поздно скосил траву где-то в сентябре в конце сентября и у меня вот наросла крапива и сейчас я буду собирать только верхушечки с молодыми листиками для приготовления полезного коктейля это ценное лечебное растение способствует укреплению иммунитета друзья способствует выведению песка и камней из почек она выводит токсины из нашего организма при этом очищая кровь очищая кожу ей можно делать отвары полоскать волосы так как в ней содержится кремний то она улучшает рост волос что еще нужно сказать конечно же она повышает уровень гемоглобина в крови из-за высокого содержания железа вообще конечно же все зеленые растения содержат хлорофилл но если я сейчас буду делать коктейль зеленый из чистой зелени с водичкой то это будет невкусно поэтому как рекомендует виктория бутенко по моему или бутейка я точно не помню давно ее смотрел вы она рекомендует в зеленые коктейли добавлять что-то сладенькое например бананчик например сладкую грушу спелую я сегодня буду делать свой коктейль с крапивушкой и со сладким спелым бананом крапивы набирая немного вот как вы видите специально одной рукой рву вот то что влезет мне в руку вот в пучочек так называемый вот с этого количества и приготовлю свой зеленый коктейль потому что если крапивы будет очень много она будет не знаете такой приторный вкус крапивы я же хочу сделать коктейль чтобы он был вкусненьким до чтобы его можно было пить то есть не буду жадничать и не буду злоупотреблять все погнали делать коктейль значит в блендер я налил чашку воды конечно же питьевой ну в данном случае у меня была колодезная вода я ее немного нагрел не доводя до кипения ну так чтобы она немножко так сказать нагрелась и остыла вот такой вот пучочек получился небольшой крапивы сейчас я ее промою один спелый хорошо спелый банан мед натуральный вот молотая семя льна смолол только что он да и сейчас будем все это засыпать вот в блендер у меня блендер не погружной а с кружкой и делать зеленый коктейль какой запах зелени конечно же друзья любая зелень будет полезна но например не каждому нравится петрушка не каждому нравится укроп не каждому нравится чеснок зеленый или кинза но крапива она как по мне более менее такое вот нейтральное зеленое растение которое не дает такого какого-то характерного жгучего вкуса как например у зеленого лука так в кружку я уже добавил банан сейчас забрасываем крапивушку добавляем чайную ложку молотого семени льна мед можно добавлять по вкусу хотите сильно сладкая добавляем чайную ложку на вот такое вот количество воды на одну чашку да хотите не такой сильно сладкий добавляем пол чайной ложки меда в общем по вкусу я в детстве был большим сладкоежкой поэтому я добавлю чайную ложку чайную ложечку медика ну остальное облежу теперь добавим чайную ложечку молотого семени льна аккуратненько чтобы не рассыпать и все это сейчас запустим закрыл крышкой и полный вперед ну все готово сейчас будем пробовать эту полезную вкусняшку надо сказать что из одного стакана воды из одной чашки воды плюс все остальное у меня в итоге получается две таких вот чашки коктейля вот ведь еще на дне еще осталось выпиваем сразу друзья не нужно ждать ставить в холодильник ничего вот пока он свежий вот такая вот красота ну что ж всем приятного аппетита здоровья вам счастья мира любви и достатка